здравствуйте друзья вообще уже мы только довольно давно в этой пандемии находимся полгода считаем и как-то знаете что больше всего утомляет как-то вот однообразие житухи в том смысле что не пойти никуда и даже толком не поехать и вот как думаешь а чтобы вот сделать и получается что чтобы ты не сделал ты дома это делаешь ну конечно вечерком мы выходим погулять минут на 40 у нас есть кружок свой 45 погулять ну хорошо но это ну ну да ну вот я в офис съездил для разнообразия посидел там часа четыре может быть записал по дороге видео сейчас на обратном пути записываю видео уже разнообразие какой-то туда видео записал обратно видео записал вот там записал переговоры там но в skype в зуме был у нас разговор там с осей и виталий там вы увидите про английский язык ну ну да нет можно конечно можно в зуме можно в skype там что такое записывать но знаете и это как-то не то что она приедается но но тоже ограничено вот допустим если бы ася там не постучалась и не сказала у нас вот там вот такая хохмачка есть так и этого бы видео не было граждане может вы постучитесь вот вот вы слушайте давайте мы с вами чего-нибудь запишем там о жизни а лотереи там еще чуть не знаю ничего не происходит давайте вот какое-то такое состояние когда ты несся в каком-то вот таком несся и потом раз и вот так как то вот и из большого города там из самого там центра да вдруг бах и в какое-то глухое село тебя закинуло где до ближайшего села там 50 верст и вот и а и в этом-то селе там три избы понимаете и вот думаешь как вот тут на отшибе то то есть конечно люди живут но просто непривычно да хотя жизнь какая-то идет но нет не то чтобы я вот скажем не занят был ничем нет нет конечно я начал читать вот этот журнал который я так раньше всего вон онлайн его вы атлантик там 50 долларов в год стоит этом 40 подписка годовая а еще если десятку доплатить то тебе в течение года 10 номеров присылают и я думал ну там номер на что там но доллар не снижал думаю этот пример то же самое что там выясняется что нет оказывается что журнал который онлайновый там каждый день новые статьи редко какой-то день чтобы не был чем бывает что много сразу новых то есть фактически такой онлайн его издание и каждый день что такое происходит текучка наверно там и какая-то нет лент кто же есть но в основном текучка а тут я журнальчик получил носил читать так лампочку поставил так вот очки одел совершенно другой материал я там себя но там уголки закладываю если там заложил десяток статей почитать совершенно другие вроде бы за август месяц я весь август там вонлайне сидел нет ничего такого в общем так вот нет есть какое-то разнообразие кроме того у меня класс новый начинается тот можно сказать закончился ну вот завтра последний урок в том классе который у меня онлайн объявили а новый собирается и так каждый день там человечек другой третий вот сегодня уже сейчас 6 часов вечера вот 7 человек сегодня записали там уже за сотню их так немножко вот но еще еще подойдут там мы начнем 13 октября то есть мы начнем во вторник на следующий недель вот в этот вторник завтра я проведу занятия последние среду будут дебаты между пенсом и камелл и харрис вот а в следующий вторник уже мы тут как тут вообще надо сказать что какое то есть такое ментальное облегчение в том смысле что мы уже приближаемся к дню выборов и уже хотя бы это зараза останется где-нибудь там по стране в стороне понимаете уже хотя бы это мы переживем хоть что-то должно как-то крестик поставить больше этого не осталось недолго сегодня там 5 сентября сентября да сегодня 5 сентября октября 5 октября а вот и глядишь там 3 ноября и голосовать будут да тут еще мы вот начнем сейчас голосовать в калифорнии там где-то я прочитал что с 5 где-то с 5 числа где-то начинают принимать но я еще не получил свои бюллетень посмотрим вот что еще даже не а green card лотерея друзья вот хоть какая-то развлекуха слушайте сегодня у нас 5 до 5 ну да завтра шестое а седьмого в среду друзья в среду начнется green card лотерея хоть какая-то какая-то развлекуха смотрите там надо будет понаблюдать можно ли заходить в систему это обычно она висит знаете мы так всегда когда рассказываем на эту тему я говорю что первую недельку не рыпайтесь потому что вы не хотите чтобы у вас зависла в процессе того как вы это делаете но если уже там как бы не имется и вы начали это делать и она таки зависла друзья и у вас возникает вопрос так если я сейчас еще раз пойду это будет повторная заявка то есть дисквалификация или нет значит просто знаете есть критерий очень простой если вы не получили confirmation этот экран на котором написано что вы подали заявку вот ее номер там и все дела если вы этой фигни не получили то вы ничего не подали вы можете 10 раз делать в 10 раз вас там облажают выкинут еще что-то пока вы не получили этот экран никакой заявки нет вы можете смело заполнять так к слову ночью-то знаете большие планы я так но вот а пойти некуда ну глядишь там кто-нибудь заглянет но тоже злоупотреблять не хочется вот я вам скажу у нас саша старшая наша восьмиклассница восьмиклассница у них по моему со следующей недели или где-то или может с этой уже они два раза в неделю должны уже будут ходить в школу у них школа частная там у них может быть какие-то свои правила я не зачем два раза в неделю они ходят живем конечно там дети уже озверели им нужно общаться и все такое но я теперь уже начинаю думать ё-моё уже нет той чистоты так сказать антивирусной да то есть она пойдет в школу там общается с детьми там чё-то там нахватается я не знаю что она домой принесет что она нам домой принесет я не знаю но в общем понимаете какая-то стремность такая вот что-то происходит конечно да пришел человек вчера воскресенье было там кому-то пришло два письма не помню там о чем ну с какими-то его процессами на адрес школы ну и я их домой принес я сейчас все дома держу чтобы там не пропадал под рукой что было если что и вот а у него есть какой-то товарищ а сам он где-то сейчас там в россии не знаю он хотел организовать что в этом пришел какой-нибудь почтальон у нас забрал но там есть свои сложности поэтому кончилось тем что пришел его приятель который тут где-то живет чтобы у нас захватить и уже ему самому самостоятельно отправить без нас мы вообще не в бизнесе отправки чего-то там куда-то и по почтам ходить в конверт можем дадите конверт бросим не дадите конверт как хотите короче пришел паренек там ему я вышел там ему с крылечка отдал и все без общения тут один человек вот говорит а нет ли у вас там моего номера соцстрахования как раз с 2017 года будет вот у вас там лежал у меня был момент какой когда я наверное год назад это было когда я все попробовал вот тоже там долго лежала уже годами и она накапливается а номера сошел социального страхования вот этим они очень легко дублируются вы скажем green card дупликат 500 долларов надо заплатить а тут вообще ничего поэтому многие люди приезжают и как-то проще вот пойти заказать себе новую чем допустим у меня забрать и они начинают накапливаться ну что как я ваш я не шкаф и не музей хранить грин карты для друзей тем более не грин карта была номер соцстраховать поэтому я периодически изничтожаю я даже как сюжет как на эту тему делал там ну что делал вот сейчас у меня номеров соцстрахования всего два и такая пачка грин карт еще есть не незабранных людьми не знаю чего не там все думают тоже фан такой знать думаешь едешь в офис давай сейчас возьмешь какую-нибудь почту а там лишь green card а ты раз там чеку в ящик отправить эти уже какой-то фан очень плохо с таким текущего фаном остается друзья пожрать а это нехорошо тем более мы сейчас со светой уходим на очередное такое очищение с похудением с помощью алоэ друзья алоэ вера алоэ вера вот с этой алоэ и с этой верой с двумя с обеими сразу будем немножко чиститься и ходить тоже развлекух какая то есть не ну можно жить такой цвета из дома как-то не никуда выйти счастливо